Привет, мои хорошие! Первое января! Ю-ху-ху! Мы только встали, и вот я решила снять для вас такой влогик. Будет это видео в виде влога. Да, ну и так в виде влога. Малышня! Поел тебе хорошо? Мама голодная. Хотела показать вам как раз таки, как я делаю завтрак. Один из моих вкуснейших завтраков. Один из моих вкуснейших завтраков. Я не проснулась еще. Так, мы будем использовать с вами хлебцы. Прямо мне очень захотелось. Я думаю, да, дай-ка я сейчас ей расскажу и покажу. Будем использовать хлебцы, активы, мед. Где мед? Мама пришла, все убирала, ничего не найдешь. Я думаю, что это будет супер полезный завтрак. Берем мисточку, выливаем сюда наш йогурт. Да, вкусинка. Активия без добавок, потому что после того, как были добавки, там нет. Слишком много сахара было. Короче, много сахара в добавку. А этот без сахара. Добавляем. Нарезаем сюда банан. Половинку хватит. Тоненькими колечками. Что? Ты позавтракал, мама Доля хочет. Параллельно ставим чайничек, чтобы чай потом попить. Да, мама тут вкусняху делает. Бо-бо-бо. Дальше берем хлебцы. Я вот эти купила в Пикс Прайсе. Буду вам показывать скоро. Очень вкусные. Они без сахара, без дрожжей, без жира. Хлебцы хрустящие. Они похожи очень овсяные. Но что-то еще не нашла. Я вообще люблю овсяные хлебцы. И вот так мы их... Ой, они классно крошатся, кстати. Вот так мы их с вами ломаем сюда. Я это случайно открыла себе. Честно говоря, я нигде такого не видела. Просто вот я как-то ела это. В прикуску там что-нибудь. Я решила, дай попробую вот такое все намутить. На удивление, получилось очень вкусно. Можно даже в блендере, наверное, не сильно их перемолоть. Я не пробовала. Но я вот так делаю. Думаю, хватит одной штучки. И мед. Мед это у меня другой. Здесь у меня уже мед, который мне передали. Кристина, мама. Спасибо, Мея. И все это перемешиваем. Хлебца можно еще добавить. Думаю. Хлебца не повредит. О, погуще лучше. Так. Пробуем. Ммм. Ммм. Очень вкусно. И лучше не ждать, пока хлебцы размякнут. Классно, когда они хрустящие. Ну, это все. Делаю чайочек себе. И завтракаю. Ммм. Пиродить не буду. Вы, кстати, знаете, что вы хлебцы и печенье оставались хрустящими. Их нужно хранить в пакете. Потому что, если они будут хоть немного открыты, они будут выбирать влажность. Если у вас высокая достаточно влажность, то будет мягчать. Я не люблю. Я люблю печеньки хрустящие. Сейчас мы наливаем чай. Чай я либо завариваю там какой-нибудь, да, либо пакетики пью. Вообще, люблю... Ой, господи, это пила, да, было? Вообще, люблю пакетики. Но, когда родила сына, начала заваривать. Думаю, вот будет душистый нормальный чай. Сейчас снова начала пить свои любимые пакетики. Что такое, сынечка? В энергии много, да? В разные стороны, ручки, носки бухают. Мы теперь так прикольно купаемся. Руками и ногами плескаются вот так вот. Я ему прямо в ванне теперь набираю воды. Кладу его туда, поддерживаем уголовку. Все, и он там такой ураган наводит. Да, сынок? Потом устаем, скорее, скорее кушать. И маленькие. Да? Мама знает, как сыну положить в пакет. Ой, наконец-таки эти праздники закончились. Честно говоря. Ну, праздники не праздники и закончились, но Новый год. Вот всегда от Нового года ожидаешь чего-то такого, чего-то такого. Готовишься к этими 12 часам. Они пролетают буквально за одну минуту. Да. Даже за одну секунду. Да, это 12 часов. И все. Ничего не произошло обычно. То, что ты ждешь. То ли человеческая натура такая. То ли вот... Мы, правда, ожидаем все время от Нового года чего-то такого невероятного, невероятного. В итоге этого невероятного не происходит. Именно вот Новый год этим вот славится. Вот другие не так. Вот 8 марта ты ждешь подарок. Ну, по-любому любимый подарок тебе там подарок, да? Ну, или все мужчины будут поздравлять тебя там, да? 14 февраля ты ждешь там от влюбленных... Ну, если есть пара, да, влюбленные, все. Ты ждешь поздравления, все, тебя поздравили. Ну, как-то... А вот Новый год, он еще так и празднуется, пропразднуется. Что-то новое, старое, новое. Столько ажиотажа вокруг этого всего. Столько сборов, трат денег. Как ты будешь справлять? Как ты его справишь, так ты его и проведешь. В общем, вот эти вот все вот такие вот вещи, вокруг них все крутится. Я уже давно, честно говоря, перестала любить Новый год. Именно вот этим вот всем. И я прям принципиально помню какой-то момент, я принципиально, я буду дома, я буду не пить, я буду смотреть телек. Но всегда получалось не дома. Я не помню, чтобы прям вот так вот дома. Мне все равно хотелось в 12 часов именно сделать что-то такое, чтобы вот именно эти 12 часов, и они были вот для дальнейшего, да? Что все будет хорошо. Я должна улыбку натянуть, красиво быть одета, взять бокалы, и такая рада, и тогда все будет замечательно, да? А потом можно снова одеть на диван, включить телек и лежать. Хотя у нас вот как раз таки 12 часов, вот это первый раз, когда 12 часов, я реально лежала на кровати, маленький мой у меня, да? Он кушать в этот момент хотел, так что я кормила его, лежала. И нам позвонил любимый, мы вот с ним на связь, вот так встретили. Новый год! Да, пусечка? Ну и мама с нами лежала. Потом начали грохотать эти грохотушки, блин. Сын испугался, да? Как будто бомбят нас. Просто так все вообще слышно было. Вот. Такие вот дела. Ну и рада, что закончились. Сейчас уже потихонечку-потихонечку. Сейчас я буду делать для вас декор. Сейчас смонтирую это видео. И начну, в общем-то, лепить все. Может, даже елку уже сниму есть на кухне. Что, наверное, будет? Новый год-то закончился? Ура! Я ее поднимаю! В общем, что, мои хорошие? Я пью чай, мне очень интересно, на самом деле, как... Я подумала сегодня, устала и подумала, интересно, что делает деда, что делает деда там, да? Что делает Кристинка, что делает Лена, что делает сестра моя, ну, что брат, интересно. Где проснулись они, как вообще первое... Продолжают ли отмечать? Но многие, наверное, продолжают отмечать, да? Мне интересно. Расскажите, пожалуйста, в комментариях, как вы... Как вы свой первый января встретили? Вот проснулись вы, и что делаете? Все, бегу монтировать и жду ваши комментарии. Очень интересно. Люблю вас! С Новым годом, мои хорошие! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...